Добрый день! У каждого народа на определенном этапе развития найдется свой гений, гордость нации, которые постоянно питают его своей живительной влагой и творения которых выражают суть души этого народа. Таким для казахов является Абай Кунамбая. Известно, что Абай всегда мечтал быть не сыном отца, а сыном Отечества. И сегодня он достиг своей мечты и гордо восседает на самом почетном месте, как признанный всем миром мудрый и прозорный, учитель, поэт и гений человечества. Эти слова признания, произнесенные нашим милбосыну Султаном Азарбаевым. И ими мы открываем нашу встречу. Абай Кунамбая – великий поэт казахского народа, философ-гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова. Нас приглашает в поэтическое гостиное. Поэзия – властитель языка. Из камня чудо высекает гений. Теплеет сердце, если речь легка, и слух ласкает красота речений. А если речь певца засорена словами чуждыми родному духу? Такая песня миру не нужна. Невежды голос люб дурному слуху. Абай Кунамбая – главный классик казахской литературы. Его именем названы районы, около десятка сел, проспекты, чуть ли не половины городов Казахстана. А еще улицы в Дели, Каире, Берлине, Ташкенте, Киеве, многих других столицах мира. Чем известен и почему так почитаем казахский философ и поэт? Абай – великий казахский поэт-просветитель, основоположник казахской новой письменной литературы и казахского литературного языка, философ, переводчик, композитор. Это очень известная личность. Абай поднял казахскую литературу до высот подлинного искусства, расширил тематику, обогатил образную систему, ввел новые жанры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть дети скот растят, чем подпирать углы, а я сем заниматься остаток дней не стану, на радость шельмицам разносчикам хулы, Заняться ли наукой, ну, как её постигнешь, Раздумьем не делясь, что нового не узнав Что толку, что бездарно в степи далёкой сгинешь Вкруг наложив холсты, ршин в руке зажав Когда друзей не видишь, с кем делишь горе, радость Познания тяготят лишь и отравляют старость А может, посвящу я себя служенью Богу? Боюсь, и здесь душа не обретёт покоя Абай! Абай! Ай, Абай-чан! Абай! Абай – это имя любимому внуку Ибрагиму дала бабушка Зире Оно означало «осторожный», «осмотрительный» И очень подходило смышлённому не по годам мальчику Он не был хулиганом и забиякой Не любил проводить время в пустых и глупых играх Ему были по душе занятия интеллектуальные Он с удовольствием читал все книги, что находились в доме И слушал былины, сказки, которые рассказывали ему бабушка и мама Мать Абая-Улжан была одной из четырёх жен знатного Бия Кунынбая Но и сама Улжан не была простолюдинкой Относилась к роду Шаншар Его представители славились ораторскими способностями Благодаря которым становились биями И решали крупные споры между родами Улжан обладала прекрасным чувством юмора Была странный язык И эти её способности унаследовал сын в саркастической форме Высмеивавший все пороки общества, в котором он жил Отец Абая-Кунанбай Человек очень могущественный и авторитетный Происходивший из степной аристократии Ага-Султан Каркаролинского уезда Бий и волосной правитель Кунанбай Строго придерживался казахских традиций Устава сибирских казахов, царского правительства А также с благоговеянием относился к шариату Полагаясь на исконные традиции своего народа Он выносил справедливые и своевременные решения Знал, что такое правление Залог порядка и процветания народа Шел дорогой Кунанбая В жизни он отношения никакие не рвал И был очень сам, можно сказать, преклонялся перед своим отцом С временами Кунанбай сам себя сделал Создал себя сам, как человека и мудрого руководителя Каждый человек хочет быть сильным лидером Ведь даже сейчас так Но не каждый им становится А чтобы им стать, нужно суметь противостоять всем тем преградам Которые будут появляться на пути Вот если смотреть с этой стороны То Кунанбай был очень сильным, железным человеком Первое образование Абай получил дома Под руководством Мулы Специально приглашенного из города для занятий с ним Его глубоко задевали социальное зло, невежество, бесправие жизни Слово Он открыто критиковал свой народ от того, что безмерно любил его Хотел, чтобы люди менялись в лучшую сторону И, конечно, вопрос Имел бы наш народ такого великого поэта и мудреца, как Абай Если бы у него не было такого отца, как Кунанбай Своё обучение Абай продолжил всеми по-латински В медресе Ахмета Ризы По окончанию медресе Ахмед Ризы Абай получает трёхмесячное образование в русской школе И уже в 15 лет Абай выступал посредником в спорах Причём он обнаруживал такой ораторский талант, такое мышление Что вскоре взрослые перестали воспринимать его как неопытного юнца В 20 лет его авторитеты уже не пререкаем Его избирают Тюбиби, то есть посредником-примирителем в спорах между представителями разных уездов В 1875 году Абай назначается волосным управителем Конер-Кокщету Быхтинской волости Здесь было ещё одно существо, с появлением которого в юрту, казалось бы, врывалась свежая прелесть весны Это была дочь Суэндыка Токжан Действительно, первая любовь вспыхнула у Абая к девушке из рода Бокенши, дочке Суэндыка Токжан Это была его первая юношеская любовь И он ей очень много таких лирических, красивых создал произведений Но, как мы говорим, что он должен был жениться Потому что Кунанбай с Алшанбаем уже договорились действительно на этот брак Алшанбай был другом Кунанбая Он хотел выдать за Абая свою дочь Дильду И объединение двух могущественных родов было очень важным Абай беспрекословно подчинился отцу, потому что понимал это А его отношения с Токжан были обречены Он стал чаще уединяться в своём доме, посвящая себя творчеству и воспитанию сыновей Одна из двух уникальных фотографий Абая, сделанных при жизни Датируется 1896 годом На ней Абай изображён с двумя сыновьями – Ахалбаем и Турегулом Ахалбай – это старший сын Абая от Дильды Он был очень талантливым юношей Прекрасно играл на дамбре, скрипке Обладал композиторским и поэтическим даром Сын Абая Турегул от Айгерим Тоже был очень образованным, очень грамотным Состоял в партии Алаш Всего у Абая было 10 детей 6 сыновей и 4 дочери Надежды подавал сын Абдрахман Абай даже называл его «весточкой нового времени» Блистательный юноша после окончания русской школы И Тюменского училища поступил в Михайловское артиллерийское училище в Петербурге Получил звание офицера Он хотел продолжить учебу в артиллерийской академии Но внезапно тяжело заболел костным туберкулезом И умер в 27 лет Для Абая это было страшным потрясением Он очень тяжело переживал гибель сына Стало подводить здоровье Но Абай держался, ведь он был нужен остальным своим детям Сын Абая от Дильды Магауя Также, по примеру, старшего брата Отправляется на учебу в семи палате Говорят, беда не приходит одна И этот сын Абая смертельно заболел Абая тогда рухнул целый мир Он похудел, осунулся, сгорбился под тяжестью утраты И на сороковой день, дав ас по сыну Абай ушел из жизни Абай мечтал о сильном, независимом государстве для своего народа Сегодня мы живем именно в такой стране Это стало возможно благодаря следованию наставлений великого Абая Люби все человечество, как брата Мы в аналитической гостиной Здравствуйте, дорогие друзья Мы рады приветствовать вас в нашей гостиной Посвященной великому казахскому поэту Философу-гуманисту Композитору, мастеру художественного слова Абаю Кунанбаеву Мы уже побывали в поэтической и исторической гостиных И теперь можем сказать, что мы еще более осознали Что его гений не исчерпаем И с каждой новой эпохой, новое поколение Находит в его творчестве что-то новое, заветное Время неумолимо, годы уходят Как я прожил, что я дал своему народу Кем я для них стал Стихи – это то, чего моя душа не может скрыть Я говорил о нуждах, страданиях моего народа Восхвалял их трудолюбие, мудрость Воспевал красоту родной степи На склоне лет я написал слова назидания Это итог моих размышлений о смысле жизни Я уже познал ускушение властью и тяготы земных дел Признание народа и потерю близких Пусть каждый найдет в них нужное слово для себя При этом весь Казахстан еще раз заглянул в глубину наследия Абая Проявил уважение и почтение к нему Использовал его назидание как эффективный способ воспитания современного поколения Первый президент и лидер нации Нурсултан Абишевич Назарбаев В своей статье «Взгляд в будущее» модернизация общественного сознания Подчеркнул важность обновления общественного сознания Сохранение национального самосознания и его адаптации к современным требованиям Стали общенациональной проблемой Потому что модернизация сознания открывает путь к порывному развитию страны в 21 веке Здесь считаем чрезвычайно востребованным население Абая Произведения великого поэта актуальны сегодня Идеи Абая всегда могут быть духовной пищей для всех нас Великий мыслитель более века назад призывал нацию к совершенствованию обновлению Чтобы соответствовать новому времени Великий мыслитель более века назад призывал нацию к совершенственному обновлению, чтобы соответствовать новому времени. О том, что наследие поэта будет цениться как вечное завещание, свидетельствуют и слова лидера нации, несмотря смену времен и менящийся мир, наш народ продолжает соответствовать с Абаем, с каждым разом открывая для себя все новые и новые грани из глубины его величия. Абай всегда будет со своим народом на протяжении веков, призывая казахстанцев покорять новые вершины. В поэтической гостиной наше внимание обратили к сочинениям Абая, где мы ясно увидели, что он искренне хотел совершенствования и развития своего народа. Эта идея красной нитью проходит через все его труды. Известно, что основой прогресса являются образование и наука. И Абай всей душой желал, чтобы мы, его потомки, постоянно учились, осваивая новые знания. Смысл его слов «не хвастайся, пока не овладеешь наукой» в том, что нельзя достичь высот, не освоив знания. В другом своем наставлении «овладевай наукой не для того, чтобы разбогатеть» он подчеркивал, что изучать науки нужно для процветания своего народа. Именно так нужно понимать и другие слова великого Абая. Не думай о выгоде, думай о чести, стремись к знаниям. Такое понимание чрезвычайно актуально и сегодня. Строго говоря, оно стало еще больше актуально, чем когда-либо, потому что мы видим, как наука 21 века стремительно уходит к новым высотам. И наша задача не только не отставать от прогресса, но и выйти на передовые позиции. Через века, Абай, мы слышим твое слово. К нему обращаемся снова и снова. Оно знакомо с самых ранних лет. Днем на вопросы ищем мы ответ. Оно нас призывает к разуму добру. Быть нетерпивым к подлости и злу. Порядочность и честь свою хранить. И всей душою родину любить. Нет, не напрасно на земле ты жил. Верным словом народу родному служил. И хоть недругов было не с честью тебя, Недоступно о правде писал ты всегда. И пусть молоды мы и порою несмелы, Рассуждаем о многом пока неумело. Но шагая к вершине, жизненной, новой, Через века, Акын, слышим мы твое слово. Взволнованные слова Дармена на могиле Абая. Звучат клятвы. Родной брат мой, Абай, Семена, посеянные тобой, Не увяли, не погибли. Пусть пока они еще не стали густой дубравой, Раскидистым садом. Но они уже растут по всей необъятной степи, По просторам широких долин И дают много порослей. И будут расти с каждым годом. Во имя этого я клянусь Всю свою жизнь до самой смерти Свято хранить в своем сердце Твои драгоценные слова, Заветы, Оправдать твое отеческое воспитание, Мой любимый брат. Это была клятва От имени грядущих поколений, От имени народа, Истинного наследника Поэзии Абая. Мыслитель Абай Вот уже почти два столетия Восхищает различные поколения людей Глубиной своей мысли И яркостью языка. Его известность Переступила границы казахской земли, А его талант Стал достоянием всего мира. Сегодня на нашей встрече Мы вспомнили Абая и его произведение. Мы увидели, что люди сохраняют память о нем. Он нам дорог. Его стихи, философские рассуждения Помогают нам в жизни. Читая Абая, Очаровываешься изобильной щедростью художника. Ему доступно все. Поэзия Абая Бегуча и таинственна. Наше пожелание вам, Когда вам будет трудно, Послушайте музыку Или почитайте стихи Абая, И вы найдете ответ, Чтобы не причинить вред Ни слову, Ни мыслью, Ни делом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!